МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Василий Морозов. Смотрите сегодня в выпуске. Подступает. Грунтовые воды подтопили несколько улиц поселка Затон. Теперь официально дан старт избирательной кампании по выборам губернатора. Время пришло. Верят ли барнаульцы в успех нашей футбольной сборной? Итак, в поселке Затон сегодня подтопило несколько улиц. Причина не паводковая, а грунтовые воды. Между тем, вода в Аби также прибывает. До критической отметки в 540 осталось всего 2 сантиметра. В Затоне объявлен режим повышенной готовности. Сегодня там побывал наш корреспондент Илья Кочетков. Сотрудники МЧС в Затоне гости привычны. Особенно в июне в ожидании прихода так называемой «коренной воды». Уже несколько дней здесь дежурит оперативная группа барнаульских спасателей. 16 сотрудников, несколько единиц техники. Как нас заверили, все находится в режиме стопроцентной готовности. Часть Затона при этом уже подтоплена. Но виной тому, уверяют местные власти, вовсе не паводок. У нас в этом году впервые очень высокий уровень грунтового ухода по микрорайону. У нас две улицы в центре микрорайона. Произ Кольцова, улица Сенная. Там выступила вода. Но это грунтовая вода. То есть там до берега еще достаточно далеко. И уровень берега еще больше метра. А, к сожалению, на некоторых огородах уже в настоящий момент выступила вода. Сотрудники МЧС сейчас занимаются обходом домов, объясняя жителям, как вести себя в случае прихода большой воды. На возвышенностях подготовлены места для эвакуации личного транспорта и домашнего скота. А вот пункт временного размещения, по словам руководства Затона, создавать пока рано. Согласно прогнозам, в ближайшие дни подъем воды ожидается незначительный. Местные жители и вовсе уверены, бояться нечего. Не, не. 14 перетерпели. А это ерунда будет. Лично я не жду. Что земля промерзала, но снега мало, она ушла вся в реку. А так, чтобы резко прибыла, как в 14-м, не было такого. Между тем, уровень воды в самой Абе оказался достаточно высоким, чтобы спасатели перекрыли проезд по дамбе на остров Шубинский. Теперь попасть туда можно только через понтонный мост. Частично подтоплена и улица Матросская. Власти считают, что проехать там реально лишь на транспорте повышенной проходимости. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. ЧП на Алтайском руднике. Из-за обрушения породы один шахтер погиб, другой с разными травмами госпитализирован. По данным Следственного комитета края, авария произошла накануне вечером на Корбо-Лихинском руднике. Там находилось два проходчика. В результате обрушения горной породы оба оказались под завалами, откуда их извлекли спасатели. Однако одного пострадавшего, 34-летнего сотрудника, спасти не удалось. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту, Змеиногорский межрайон и следственный отдел Следственного комитета России начал проверку. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку сотрудникам, ответственным за безопасность работ на руднике. В крае дан официальный старт кампании по проведению досрочных выборов губернатора. 74 избирательные комиссии в городах и районах региона уже приступили к подготовительной работе. Об особенностях этой кампании рассказала сегодня журналистам председатель края избиркома Ирина Акимова. По закону кандидатов в губернаторы могут выдвигать только политические партии уже с 12 июня. Самовыдвижение на пост главы региона не предусмотрено. В отличие от других кампаний, кандидаты должны пройти так называемый муниципальный фильтр, получить поддержку депутатов и глав городов и районов в виде подписей, которые должны быть заверены нотариально. Впервые на этих выборах в крае будет применен механизм мобильного избирателя. За 45 дней до голосования можно обратиться в избирком или многофункциональный центр и выбрать удобный для себя в пределах региона участок. Отметим, в этом году на избирательную кампанию планируется потратить 350 миллионов рублей. Для сравнения, выборы 2014-го обошлись региону в 160 миллионов, а президентские в марте этого года в 260. В краевой избирательной комиссии объясняют возросший бюджет повышением фонды оплаты труда занятых на выборах работников и модернизацией технической базы. Если в 2014 году мы с вами не применяли, например, видеонаблюдение, QR-код и так далее, то на сегодняшний день это уже те реальности, которые требуют соответствующего финансового просчета, включая действия, связанные и с предусмотрением расходов на, например, повторное голосование. Неиспользованные средства обещают вернуть в бюджет. Напомним, выборы губернатора состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Всего в них смогут принять участие миллион девятьсот тысяч избирателей. Победу одержит кандидат, который наберет более 50% голосов жителей Алтайского края. Евгения Даровская, Алексей Фрезин. Наши новости. Жители Ребрихи почти неделю оставались без воды. На днях она понемногу пошла, но затем снова пропала. По словам местных, проблемы с водой у них возникают каждое лето. Днем насос на единственной скважине не справляется с нагрузкой и не может обеспечить водой все село. Набрать ее можно лишь ночью. Почему на протяжении 30 лет жители Ребрихи испытывают водный голод и пытаются ли решить проблему местной власти? В нашем видеосюжете. Видимо, ждали, что вы приедете. Не знаю. Вообще не было сегодня. Обычно вообще какой? Вообще открываешь и тишина. Пусто. У Юлии Поляковой трехмесячный ребенок. Купать малыша, готовить ему еду нужно постоянно, а воды нет. Бывает она только по ночам и то не всегда. Зачастую приходится не спать и караулить с тазиком возле крана. А на прошлой неделе даже караулить было нечего. Подача воды полностью прекратилась. Село было обезвожено в течение пяти дней. По словам местных, воду подвозили только многоэтажные дома. Остальные шли в магазин. И платили за то, что и так должны получать. Приобретаем три-четыре бутыли. Это в районе 30-35 рублей. То есть в зависимости от торговой сети, в которой мы приобретаем. Это в месяц вам приходит? За один раз. И этой воды хватает буквально дня на два. Это если экономить. Кстати, проблемы с водой в Ребрихе возникают не первый год. Водный кризис начался еще в далеких 80-х. И с тех пор только нарастал. Дошло до абсурда, негодуют люди. Что это такое, значит, сказали? Принесите, значит, каждый ребенок, если идешь в детский сад, пятилитровую бутылку. Дело в том, что село обслуживает только одна скважина. И обеспечить водой 8 тысяч жителей она не может. Хватает только половине. Остальным приходится не спать ночами и запасаться водой. Причем напор воды такой слабый, что семилитровое ведро набирается целый час. Сколько требуется набрать ведер, чтобы полить огород? У-у-у, это я... Много, много. За ночь как раз набираете? За ночь, ну... Оказывается, и власти местные о проблеме знают. И даже, как сообщили нам, занимаются ею пять лет. В 2014-м по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Ребрихе должен был появиться новый водопровод. Его даже построили, но перед задачей объекта в эксплуатацию часть конструкции рухнула. По словам чиновников, подрядчик некачественно выполнил работу. К объекту больше не вернулись. Администрация района подала в арбитражный суд. И вот два года идут судебные тяжбы. Вопрос еще до конца в суде не решен. А судебные тяжбы, как известно, могут длиться десятилетиями. Но люди ждать больше не могут. Подача воды слишком нестабильна. Правда, те же местные чиновники утверждают, что в этом году Ребриха попала в краевую программу «100 скважин». В ее рамках в селе должна появиться новая скважина, которая полностью решит проблему с водой. Буквально в ближайшие дни, сейчас комплектуются материалами, начнется бурение скважины в селе Ребриха. Второй скважины. То есть, тем самым должна решиться проблема водоснабжения. На строительство новой скважины выделено больше 2 миллионов рублей. Бурить ее будут в течение месяца. А потом сразу запустят, если, конечно, подрядчик не подведет. Этого, кстати, больше всего боятся простые жители Ребрихи. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Сегодня в Барнаул приехали специалисты ведущих онкологических центров России. Эксперты встретились с алтайскими врачами. В течение двух дней они будут выступать с докларами о состоянии онкологической помощи в Сибири и Дальнем Востоке, рассказывать об инновационных методах лечения, а также ранней диагностики. Тему продолжит Ирина Корчагина. Место встречи изменить нельзя. Ежегодно в Центр Надежда приходят сотни пациентов, у которых впервые диагностировали рак. Сегодня здесь собрались специалисты со всей России, которые призваны бороться с ним. В числе важных гостей – столичные врачи из онкоцентра имени Блохина и Петрова. В течение двух дней на конференции прозвучат порядка 50 докладов. Особое внимание здесь уделили раку молочных желез и легких. Алтайская земля – земля особенная. Во-первых, это земля следа Симбалдинского полигона. Это земля падения ступеней с космодрома Байконур. Это земля, где иногда, может быть, в 60-е годы бесконтрольно применялись химикаты, уничтожающие средные растения, вредных насекомых. То есть имеются факторы, которые вызвали большую онкологическую заболеваемость по сравнению с окружающими территориями. В скором времени в крае будут созданы четыре межрайонных диагностических центра с ультразвуковым оборудованием, томографами, эндоскопической и цитологической лабораториями. Они откроются в Камни-на-Аби, Заринске, Славгороде и Олейске. Тема профилактики должна быть ключевая линия в нашей работе. И мы сами должны быть примером во всей этой профилактической работе. По словам врачей Центра «Надежда», за последние пять лет в крае снизилась смертность от онкологии. К тому же стало проще диагностировать ранние стадии заболевания. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. 80 отрядов, а это почти 5000 парней и девушек, в ближайшие дни разъедутся по городам и селам, чтобы воспитывать, лечить и строить. Сегодня торжественно открыли трудовой семестр краевого студенческого отряда «Алтай». На церемонии была и наша съемочная группа. Командирам отрядов представить отряды! Наш девиз! Дорога, сплоченная ответственность есть! Мы локомотив, и это наша честь! Это традиционное приветствие, без которого не обходится ни одно подобное мероприятие. В короткой кричалке дивизии ребята умудряются выразить свои цели и жизненную позицию, которая, кстати, должна быть правильной. В студенческие отряды всех подряд не берут, а если в зачетке красуются тройки, то о романтике трудовых семестров вообще можете забыть. Девчонки из отряда «Локомотив» прилежно учатся в УЗИ и уже готовы отправиться в путь в качестве проводников пассажирских вагонов. Мы едем в депо Москва-Киевское и будем катать рейсы на Адлер, на Анапу. Ребята из отряда «Ребята» еще не знают, на каком объекте будут трудиться этим летом, готовы к любой, даже к физически сложной работе. Наверное, поэтому девушек в коллективе очень мало. Вам за это платят? Ну, деньги не главное. В основном, трой отряд идут за душой, но заработная плата, конечно же, и присутствует. По словам директора краевого штаба студенческих отрядов, за два летних месяца бойцы могут заработать по 100 тысяч рублей на строительстве дорог или мостов. А вот меньше всего зарабатывают участники педагогических отрядов от 7 до 9 тысяч. Мы сегодня проводники, только желанием ребят. Они создали отряд, захотели стать путинным отрядом. То есть поехать на Сахалин, на рыбоперабатывающие заводы. Пожалуйста, мы организуем трудоустройство ребят, организуем их там. Бойцы студенческого отряда Алтай в ближайшие дни разъедутся по объектам не только нашего региона, но и страны. Будут работать в Артеке, Орленке, Вожатыми, трудиться на сельхозобъектах и курортных зонах Республики Крым. В конце августа вернутся домой, чтобы уже через пару дней вновь сесть за парты. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. Сегодня Всемирный день донора крови. Ежесекундно людям требуются переливания или компоненты крови, от которых зависит жизнь. Зачастую доноры и не знают, кому помогают, но это не главное. К всемирной акции в очередной раз присоединились алтайские силовики. 150 сотрудников Федеральной службы исполнения наказания сдали сегодня кровь. Среди них почерный донор России Олег Коваль. Рассказывает Валентина Аскерова. Зашел, засучил рукава, сдал кровь и пошел с гордо поднятой головой. Это был 78-й раз, когда Олег Коваль помог людям. Донором он стал еще в 1985 году. Тогда молодой офицер сдавал свою кровь для раненых солдат, которые воевали в Афганистане. С тех пор делает это регулярно. Говорят фамилию, для кого надо сдать. Приезжаем, сдаем. Вы не хотели бы подстаконить, допустим, человеку, который вас посвящен? Ну и же много будет. Поэтому, что люди пускай живут. Ну, важно, во-первых, для самого себя, что дело хорошее делаем. А хорошее дело сделали и другие сотрудники УФСИН. Правда, перед тем, как сдать кровь, они прошли медицинский осмотр. Это традиционная процедура. Им померили давление и взяли общий анализ крови. У большинства все в норме. Кстати, некоторые делили своей кровью сегодня впервые. Работаем кулачком. Правильно. Жали, подержали, расслабили. Вот решила попробовать и альтруизм. Ну, может быть, кровь действительно пригодится, кому-то поможет. Кровь сегодня сдали около 150 сотрудников. Каждый по 450 миллилитров. Немного. Но в итоге получилось почти 70 литров. В целом же в Алтайском крае ежегодно сдают кровь почти 30 тысяч человек. Благодаря этому региональный банк пополняется на 36 тонн, а кровь и плазма направляется в медицинские учреждения края. Спасти жизнь за 7 минут именно столько длится процедура, при желании может каждый из нас. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Главный экспонат. Краеведческий музей присоединился к футбольному празднику планеты. Там можно увидеть личные вещи двух известных барнаульских футболистов Александра Ерохина и Алексея Смертина. Оба игрока отдали в дар майки, в которых выступали за клубы и сборную страны. Футболка Алексея Смертина у нас сохранится с начала 2000-х, когда еще Алексей Смертин был капитаном сборной России по футболу. А личные вещи – это футболка игрока футбольного клуба «Зенит» и бутсы Ерохина. Сам Александр Ерохин передал нашему музею буквально пару месяцев назад. Белая с номером 4 принадлежит Алексею. Именно в ней наш парень Сулимы отыграл несколько матчей за отечественную команду. Та, что бела-голубая с номером 21 – Александра. В ней Ерохин защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга. Туда воспитанник барнаульской школы «Динамо» перешел прошлым летом. В итоге своей игрой Александр заслужил вызов в сборную, которой через несколько часов предстоит дать бой гостям из Саудовской Аравии. Правда, пока еще неизвестно, выйдет ли наш земляк в стартовом составе, да и есть ли он в заявке на матч. Помимо футболок на выставке можно увидеть раритетные снимки барнаульского «Динамо» и атрибутику чемпионата мира. В двойне приятно, что в составе сборной будет играть наш земляк Александр Ерохин, который по совместительству является еще и моим одноклассником бывшим. Поэтому я, естественно, не могу пропустить такое событие. И болеть, ну да, буду болеть за нашу сборную. Верю-не верю. Миллионы россиян уже наверняка сделали свой выбор. Речь идет о сборной Станислава Черчесова и шансах на победу в сегодняшнем матче открытия. Игру команды обсуждают на улицах, в общественном транспорте, на работе, в ресторанах и на лавочках во дворах. Точнее, отсутствие этой самой игры. Так верят ли барнаульцы в успех отечественной сборной и будут ли вообще смотреть чемпионат мира? Об этом узнал Кирилл Политов. В сборную России верите или нет? Ну, хотелось бы верить. А что мешает? Ну, всякие противоречия возникают иногда. Ну так, удачи. Войдем из группы или нет? Обязательно. В сборную России верите или нет? Победит? Победит. Кого? Всех. Все победят. Все победят всех? Все. Майсили Криштиан Роналду. Россия. Форева. Будете смотреть? Не, нам некогда. Чем будете занять? Продолжением рода. Чемпионат мира будете смотреть? Акаджи. За сборную России болеем? Болеем. Выйдем из группы? Выйдем. Почему вы так думаете? Ну, должны, наконец, ребята проявить себя. Сколько можно ждать? И в завершение выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофеи». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». На большей территории края дожди. В Бийске и Заринске до 22 тепла. В Рубцовске 23, 20 в Белокурихе. В Барнауле юго-западный умеренный ветер. Ночью 14, днем дождь и до 25 градусов. Напоминаем, телефон редакции в Барнауле 722-440. А у нас на сегодня все новости. До встречи. Нестор Козин воевал на Западном фронте. Участник битвы под Москвой, Весло-Одерской и Восточно-Померанской операций. Особую славу дивизия генерал-майора приобрела под Сталинградом. В 1942 году она прорвала оборону румыно-немецких войск, замкнула кольцо окружения вокруг двух армейских корпусов и разрезала группировку на две части. Затем имитировала подход и изготовку к атаке механизированных частей, используя весь тракторный и автомобильный парк. Деморализованный командир противника, генерал Стенеску, был вынужден прислать парламентера с согласием сдать в плен все 27 тысяч бойцов. Позже дивизия Козина участвовала в штурме Берлина. За заслуги перед Отечеством ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носит одна из школ и улица Барнауля.